В столичном реабилитационном центре каждый день занимаются десятки людей с ограниченными возможностями. Каждый может найти здесь свое спортивное увлечение. Анета Шиповаленко продолжит. Уголок для мышц пресса – страшный сон для многих девчонок. Упражнение сложное и тяжелое технически, но не для Маши. Мне было очень сильно трудно, но вот когда я сюда пришла в первый раз, я думала, я не смогу. Это сейчас она с легкостью отжимается под углом 90 градусов. На беговой дорожке смело идет навстречу собственным рекордам. А еще год назад Маше трудно давался каждый шаг. В детстве девочка попала в страшное ДТП. Был КамАЗ, ехал на нас прямо. Родители умерли. Так все, я поняла, все они надо взять. Прошлым летом Маша попала в реабилитационный центр. С тех пор ее жизнь круто изменилась. Маша нашла новых друзей и здоровье пошло на поправку. Девочка за год похудела на 12 килограмм. Делает колоссальные результаты. Ну, ему видно. Благодаря Елене Андреевне я смогла все. И ей очень огромное спасибо за то, что я начала бегать, прыгать. Могу теперь хорошо ходить, не как раньше. Да ладно, вы что, не надо плакать. Я ее очень сильно люблю. Она мне как мама. Ты моя умничка. Поэтому, как мои детки. Мама, которая заставляет отжиматься. Да. Елена Андреевна реабилитолог, что называется, от бога. Здесь она и тренер, и наставник, и просто друг для всех. Работа с каждым индивидуально. Надо поднять их дух. Надо мотивировать на лучшее. И слава богу, мне это удается. В реабилитационном центре спорт течет по венам. Помогает восстановиться каждому, кто сюда пришел за помощью. Тренажерный зал никогда не пустеет. Когда приходишь сюда с плохим настроением, не хочется ничего делать. Но начинаешь заниматься, все как бы совсем по-другому. Пока джентльмены укращают силовые тренажеры, дамы на фитнесе. В реабилитационный центр Света пришла из любопытства. В итоге полюбила спорт. Скинула 5 килограммов и, как приятный бонус, обрела хорошую гибкость. Упражнения наклоны вперед. Колени не сгибает, спину держит прямой. В понедельник, в среду, в пятницу по два часа. Ну и на тренажерах еще. Какая бы ни была погода, тянет в центр. Хочется сюда прийти и заниматься, и заниматься, и заниматься. В другом зале кипят страсти и стучат шарики. Здесь играют в теннис или шоу-даун. Это игра для слабовидящих и слепых. Похоже на воздушный хоккей. Такая спортивная терапия помогает и в жизни. Мы же на слух живем. Идешь по дороге, слушаешь людей, машины, как идти по дороге, где переход. Здесь мячик слушаешь. Вот и получается, что одно другому помогает. Евгений, призер первенства Приднестровья, пошел дауну. К слову, в центре занимаются много профессиональных параспортсменов. Диана – одна из них. Девушка – призер чемпионата мира по шашкам. Сейчас показывает комбинацию в девять ходов и побеждает. Можете раз с ним? Нет. Из ту партию ничего не будет ни одной. Я играть не буду. Я точно проиграю. Здесь научат не только играть в шашки и шахматы. Реабилитационный центр поможет в первую очередь раскрепоститься и победить свои комплексы. А там и до спортивных побед недалеко. Анета Шиповаленко, Александр Зелинский, ТСВ.